Аша Сачдеф пришла в киноиндустрию совсем юной. Ей тогда было всего 14 лет, и она даже не закончила школу. Рош Антонеджа отказался брать девочку на уроки актерского мастерства, сказав, что она слишком маленькая. Но Аша так мечтала стать актрисой, что после настойчивых уговоров ее взяли на курсы. Первым фильмом девочки стал «Биндия и Бандук» 1972 года, признанный хитом. Но это был фильм категории «Б», а в те дни, если актриса снялась в малобюджетном фильме, то режиссеры уровня А не были готовы предлагать роли высокого класса. Таким образом, Аша потеряла много хороших фильмов. Настоящее имя Аши – Нафиса Султан. Из достойных проектов, которые она сделала, можно выделить «Двойное дно» с Виджаем Анандом и Рекхой, «Агент Венот» с Махендрой Сандху и «Единственная дорога» с Джетендрой и Шабаной Азми. В своих интервью Аша всегда была откровенна. «Мне никогда не нравились такие роли, как у Бинду. Мне нравится эта актриса как личность, но я бы никогда не стала играть подобные роли. Также мне не нравятся роли Аруны Ирани. А вот роли Шашикалы нравятся. Она была моим кумиром. Мне предлагали много ролей, как у Бинду и Аруны Ирани, но я их не играла». Свою единственную награду Filmfare за лучшую женскую роль второго плана Аша Сачдеф получила за фильм «Развод» с 1977 года. По словам девушки, этот фильм был создан для того, чтобы не Ту Синг стала актрисой. Поэтому, когда она получила награду Filmfare, то была очень счастлива. Я до сих пор помню, как в тот день, когда я выиграла премию, меня поздравила Рекха огромным букетом цветов. Я всегда буду помнить этот милый жест. Аша признается, «Мне обидно, что я не преуспела, несмотря на то, что хотела играть только хорошие роли. Я никогда не настаивала на том, чтобы быть главной героиней в своих фильмах». Мне в этом плане нравился Санжив Кумар. Он никогда не требовал, чтобы ему дали главную роль. Пока у него была возможность играть, он не отказывался от ролей. Люди ценили меня как хорошую актрису, потому что я не хотела опускаться до крошечных ролей. Если мне суждено просто сидеть и смотреть на пустые стены, я не против. Но я не буду делать глупости от отчаяния. Последний раз, когда я встретила Супха Шакхая, он вел себя очень плохо. И я сказала, «Разве ты не уважаешь меня за то, что я всегда относилась к тебе хорошо, даже много лет назад, когда ты не был таким успешным?» Ему это не понравилось. И после этого он меня не взлюбил. Я нахожу такое отношение смешным. В Болливуде каждый хочет, чтобы к нему относились как к Богу. Им не нравится, когда с ними обращаются как с людьми. Поэтому я не могу назвать своими друзьями никого из индустрии. Мои друзья не принадлежат к миру кинематографа. И для них не имеет значения, насколько я успешна в своей карьере. Они любят меня такой, какая я есть. Самыми милыми людьми из кинобратства я считаю Дилипа Кумара и Сайру Бану. Они замечательные, всегда вежливые и приятные. Не знаю, почему Шатрукхана Синху называют остроумным. Я вообще не думаю, что он остроумен. А вот Амжатхан был действительно умен. С этим человеком мне было очень приятно работать. Еще мне очень нравилось работать с Рандхиром Капуром. Он очень милый человек. Я хочу выйти замуж, но думаю, что с мужчинами мне не везет. Первый мужчина, с которым я встречалась, погиб. Он значил для меня очень много. И потом я еще долгое время не могла заставить себя полюбить кого-то. И вообще, мужчины, которых я встречала после этого, были не очень хорошими. Большинство из них были настолько поверхностными, что я не могла воспринимать их всерьез. Сегодня я действительно иногда чувствую себя одинокой. Но надежда умирает последней, правда? Временами я чувствую себя счастливой, что я не замужем. Я прекрасно вижу, какой образ жизни ведут замужние женщины. Посмотрите, что случилось с Зинатоман или Пунамтхилон. Я знаю, что они были хорошими женами. Так что же им дал брак, несмотря на то, что они были такими замечательными супругами. На данный момент я вижу, что все мои дороги заблокированы. Но, как говорится, когда все дороги перекрыты, обязательно должно произойти что-то хорошее. Так что я не унываю. Из интервью Саши Сачдеф в 1998 году. В 2000-х актриса вернулась в кино и сыграла характерные роли в таких фильмах, как «В поисках брата», «Встреча, подарившая любовь» и «Давайте танцевать». Друзья, а вы знакомы с этой актрисой? Поделитесь в комментариях. С вами была Мила. До новых встреч! До новых встреч!